Ассалли, кимазызгусляр, бра-бар-ляр, здравствуйте, дорогие друзья, братья, сёстры. Вот я смотрю в зал и вижу в диковцах наших, узбекистанских, российских. Вижу ребят из Казахстана, Таджикистана. Вижу молодёжь, которая собирается поступать не только в филиал ГИКО, но и поехать в Москву рискнуть. И вы знаете, смотрю я вот в зал и думаю, какой же молодец руководитель государства под названием Республики, Республик Узбекистан, Шавкат Мерзияев. Он подписал постановление о возобновлении Международного Ташкентского фестиваля. Это же не просто. Это 24 года. Телега-арба с заржавевшими колёсами стояла на задворках Узбекфильма, вот там сзади. Узбекфильм был сараем. Понимаете? Это не просто взять, подписать. Он понимал, в первую очередь, что постановление о развитии кинематографии Узбекистана, постановление о возобновлении кинофестиваля, а в этом постановлении была особая глава об открытии филиалов ГИКа, киноакадемии в Узбекистане. Он ведь думал в этой минуте, мне кажется, о молодёжи. Только о молодёжи. Понимаете? О будущем кинематографу Узбекистана. И вот четвёртый день фестиваля. Я просто хожу, или он проблем, конечно, очень много делегаций, мои друзья приехали, бегаешь туда-сюда, уставишь от этих селфи, неудобно отказать, действительно, понимаете? И видишь море молодёжи. Море! Море! Мастер-классы, пресс-конференции, творческие встречи. Это же замечательно. Это просто замечательно. Но мне хочется сказать о том, что у этой молодёжи, которая сейчас будет учиться в филиале ГИКа, у таких мастеров, как Лёш Мухамедова Дальша Адиша, и в других мастеров. Колоссальная ответственность. Колоссальная. Ни для того не секрет, что очень многие фильмы, наши узбекские последние 25, даже 30 лет, имеют низкий рейтинг показа по телевидению в республике. Понимаете? Я был руководством Узбеки, но раньше боялась просто эти рейтинги публиковать. Брать. Даже в ужас придёшь. У меня есть друзья в телевидении, дают мне эти рейтинги по-дружески. Ребята, это ужасно. Народ должен смотреть, а не переключаться на футбол, на какие-то развлекательные программы, и так далее, и так далее. Смотреть наше кино. И наше кино должно отражать жизнь. Наше кино, ну, что там даст учить? Вы все прекрасно понимаете, что наше кино формирует духовную жизнь. Мы никого не можем перевоспитать. Никогда. Воспитывает улица и семья. Так, всё. Мы только можем духовно как-то человека, чтобы он понял, чем отличается от скотины, от зверей. И вы знаете, ни для кого... Нет секрета в том, что за какие-то вот 25-30 лет, когда распалась великая страна, когда мы потеряли связи, вот эти связи налаживаются сегодня во время кинофестиваля. И для вас, ребята, не секрет, что идёт колоссальная борьба. Ведь в некоторых своих произведениях мы скатываемся к полуфеодальным ценностям. Это взгляды, что на улице творится. Мы должны помочь государству. Помочь тем поколениям, которые придут за нами. Вы понимаете? То, что творится в Афганистане, это непросто. Это азиатский фашизм приходит. Это страшный век. И я хочу сказать огромное спасибо Вджибу. Он из меня сделал кинорежиссёр. Он из меня сделал... Мои мастера... Меня учили. Меня учили. Говорить слово «нет». Когда мне не хочется делать то, что мне навязывают. И учили меня мастера не изолироваться. 24 года без фестиваля. Это изоляция. Куда бы я ни приезжал, в какие страны, меня спрашивают. арабы, южно-африканцы, африканцы, американцы, другие страны. Где фестиваль? Когда будет фестиваль? Мы так любили ташкетский фестиваль. Мы встречались как братья. Митеранжел Антонионе в узбекской чехане мне сказал, «Ты знаешь, для чего нужны фестивали? Для кого?» Я говорю, «Для кого?» «Для молодых». «Тебе нужны фестивали?» «Нет». «Мы с тобой имеем награды, мы умеем снимать кино». Но фестивали нужны для молодых. Они встречаются, смотрят фильмы, получают награды, у них вырастают крылья, и они летят дальше по миру киноискусства. Да здравствует Ташкентский международный кинофестиваль! С возрождением вас, друзья! Поздравляю! Да здравствует Гиб Калымель, нашего фильма! Спасибо!